привет 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 а представьте пожалуйста как тебя зовут из какого-то города меня зовут Евгения я из города Сочи приехала на ретрит с Светланой Лавровой Жень скажи пожалуйста ты давно со Светланой знакома? нет с Светланой познакомилась неделю назад на открытой встрече и когда я ее увидела услышала поняла что мне сюда нужно срочно почему пришла на эту встречу? как вообще нашла ее? как на нее вышло? мне порекомендовали друзья, дали ссылку, они знали что я увлекаюсь разными практиками, внутренним питанием и что для меня эта тема актуальна я когда увидела ссылку понятно думаю классно все а какая тема для тебя актуальна, центральная? какой твой запрос у тебя ведет, что ты ищешь? центральная тема это развитие своей собственной осознанности уже глазами того человека, который прошел уникальный путь, который мне пока не доступен, мне было интересно как такой человек мыслит, как такой человек осознает мир, посмотреть на его картину мира и расширить свою картину мира и дальше для себя принять какие-то решения как звучал запрос твой с которым ты ехала на ретрит? осознать что есть для меня, что будет для меня, автономное питание, нужно ли оно мне вообще? а удалось для себя разграничить что есть цель, путь к себе, есть автономное питание, насколько для меня это соотносится, насколько это средство, автономия двигает меня к цели? путь к себе, как-то вот в этом направлении удалось поразмышлять? ну наверное когда я ехала сюда, у меня было такое разграничение, действительно цель, что-то, что двигает меня к цели потом когда уже все это началось, начало происходить такое расширение осознания, то это все превратилось в такую единую картину где нет никакого деления, что каждый элемент, который развивает сознание человека, приводит его автоматически к его целям но главное уже становится не цель, а то мироощущение, в котором ты живешь, вообще ощущение жизни вот этот отзыв возможно посмотрят люди, которые только знакомятся с Светланой или возможно они в процессе принятия решения, ехать ли им на ретрит вот как бы ты могла сформулировать, кому сюда? ну исключительно по внутреннему оприку, чтобы вот если человек почувствовал, что он не знает, не понимает, не может логически это уместить в свою голову но чувствует душой, чувствует вот сердцем, что ему сюда, тогда ехать, да, тогда вы точно обретете здесь то, что вам нужно, 100% а что ты обрелась, с чем домой выезжаешь? я больше и лучше, я не могу сказать, что я приобрела себя, я осознала себя на больше там процент, в большей степени я больше себя почувствовала, я больше чувствую свои чувства, я больше понимаю, ощущаю, что я именно хочу как я хочу, куда я хочу, очень часто вопросы возникают у человека, что я хочу, куда я иду какое-то переосмысление, которое позволило мне четче настроиться на саму себя и четче увидеть свой путь а как среди такого большого количества мастеров, которые сейчас в клубе есть и активно заявляют о себе как ты выбрала Светлану своим проводником, почему именно она, что именно в ней тебя привлекло? я ее также любила по отклику, по внутреннему, и то, что она говорила на открытой встрече, мне уже было близко я уже соприкасалась с этой информацией не просто на уровне теории, а еще и на уровне практики проживания собственного опыта, и когда я увидела, что есть человек, который дальше прошел познание этого конечно, сто процентов, я поняла, что это мой проводник, проводник по осознанности и по каким-то пониманиям себя давай еще отдельно поговорим про практики, которые мы делали Светлана давала практику с губном, медитация на клетку как это было для тебя? ну это было погружающе очень, это очень погружающе в свои собственные чувства и обычно, у меня есть опыт уже трансформационных практик обычно, когда захочешь в трансформацию, то мозг сопротивляешься при встрече с самим собой и тебя как бы выбрасывает переключаешься на другие там какие-то мысли, да, немножко обгрузиться в себя а вот именно с губом голос Светланы, вот какое-то погружение, ее энергетика, все сработало как целостный такой элемент настолько получилось погрузиться в себя, что реально вот подсознание дошло до клеточного уровня и показало тот внутренний мир, с которым я никогда не соприкасалась это было удивительно, это невероятно, конечно я правильно понимаю, у тебя были какие-то еще индивидуальные сессии, да? да встречи со Светланой вот из того, что можно об этом рассказать поделись, пожалуйста, ну просто, чтобы было понятно, что это некая тоже форма взаимодействия некий ресурс и как это все было для тебя и какие были запросы, которые тебя волновали и ты посчитала, что вот здесь найдешь ответ и решение на полностью ну, индивидуальные сессии со Светланой это более глубокое погружение в изменение мировоззрения то есть она меняет картину мира и показывает тебе то же самое вообще радикально с другой стороны на 360 градусов разворачивает тебя и вот это создает такого уровня инсайта когда ты видел мир вот так, начинаешь его видеть вот так и это внутренне освобождает то есть тебе становится даже не важно, что ты какой-то там вопрос тебе точно сколько пациентов хотел решить что ты должен сейчас это решить ты просто освобождаешься от этого вопроса от этой проблемы от решения каких-то задач ты настолько освобождаешься от этой картины мира, что надо что-то вообще решать что ты, по сути, входишь в то состояние, когда ты перестаешь сам же себе создавать проблемы наверное, это самый главный инсайд мой в общении со Светланой что мое мировоззрение, моя картина мира в какой-то части прям была направлена на то, что я сама себе создаю вопросики, которые потом решаю и мне не скучно таким образом было жить а когда ты приходишь к себе, когда начинаешь чувствовать себя не убегать из своих состояний там, скуки, пустоты, бессмыслицы когда ты в состоянии проживаешь вот, как волны вот ты на море раз волна, вторая волна расширяешься, понимаешь, что ты вот этот весь океан и тебе больше не нужно создавать самому себе какие-то проблемы, вопросы которые потом решать нужно ты вот погружаешься в кайф жизни кайф от этого процесса он раньше был для тебя проблемный, сейчас от него кайф лучше раньше вот здесь ситуацию нужно было решить ты от нее кайфуешь ну это очень, ну просто передай слова вот так Светлана работает в индивидуальном формате точно для тех, кто готов ее услышать кто готов ее услышать, кто готов принять может быть даже что-то не логически, а вот так, напрямую правильно я тебя услышала, что после этой сессии ты посмотрела на свои процессы и внутри этих процессов ты чувствуешь иначе ты можешь взять и от этого кайф тоже да, и внутри, и внешне, и за пределы, и везде где угодно то есть это очень расширенное формате у меня мурашки у меня мурашки от того, что я слышу от тебя класс так, у нас было же еще много других всяких разных практик нейрографика ну ты, наверное, с этой техникой уже была знакома вот сейчас, когда ее использовала что нового для себя, возможно, подчеркнула в обратных связях или, может быть, во время самого процесса ну, подача Светланы это совершенно по-другому потому что она такой настрой создала на практику определенный да, опять же, со своего ракуса, со своего мировозвления со своего более расширенного видения в картине мне очень важно, кто тебя ведет действительно и поэтому для меня эта практика открылась, ну, вообще фантастически то есть я реально, когда рисовала, я ощущала, как у меня что-то шевелится там, в голове, то есть у меня физические прям ощущения были это очень круто осознание другого уровня ценность какая-то, вообще всего происходящее чувствовалось по-другому ну, ладно как бы здесь, здесь нужно это попробовать пропустить через себя согласна я согласна с этим и согласна с тем, что очень трудно в слова упаковать эти тонкие переживания гвозди что это было для тебя? ты раньше вставала на гвозди? с каким намерением пошла на них сейчас? как все это для тебя проходило? и что вообще думаешь о практике именно с проводником? какую роль проводник сыграл в этой практике для тебя? я на гвозди ни разу не вставала для меня это был вообще первый опыт неожиданный, спонтанный но я чувствовала внутри, что я к нему готова к этому опыту зачем мне это нужно было? осознавала ли я это перед тем, как вставать на гвозди? я уже чувствовала я это не совсем понимала логически, но я чувствовала, что мне необходимо пройти этот этап проводник огромную роль играет и вообще я не представляю как можно было бы я наверное без проводника лично я точно не встала на них это сто процентов потому что вот этот настрой, который Ирина уже давала, погружала тебя это помогает пройти вот эту первую боль на глазах то что для меня с моим болевым порогом это было очень больно, непривычно и хотела сбежать из этих гвоздей Ирина меня спокойно остановила, опять же, голос ее ее уверенность, энергетика как бы помочь человеку пройти не сбежать по сути от себя потому что на глазах я четко ощутила, что я это боль я чувствую себя болью, от которой мне хочется избежать и вот она одна из глубинных корневых была причин по которой внутренняя пустота была и что-то такое, да, что мешало прикоснуться с собой когда сознание, что я есть боль и поэтому я себя не принимаю на глазах пришлось четко и когда помощь Ирины пришла просто все пространство заработало потому что я вышла на глубинную проблему отсутствие поддержки у меня как-то то есть я всегда не чувствовала эту поддержку то есть для меня это была моя личная какая-то глубинная травма вообще с детства и когда Ирина вот подключается к моему Колю говорила о том, что все нормально у тебя есть поддержка, я рядом а тут еще рядом дзюдоисты занимались и они такие хей, хей, хей и я подумала, ну все все пространство мне говорит о том, что у тебя есть поддержка а как дзюдоисты их хей, хей, хей вот создали ощущение в этот момент я стою на глазах мне больно, но я просто уже улыбаюсь потому что я услышала мир да, то есть настолько я осозналась, что я погружаюсь в свою боль что я даже мир не слышала так как вот он звучит на самом деле и когда вот весь мир просто уже с поддержкой звуками обратился мне в этот момент уже было ну просто хорошо уже уже все, уже пошел процесс трансформации пришло принятие воли на гвоздях как самой себя и в конце это трансцендентное просто состояние принятия себя по итогу все, и вот когда вот это происходит ты стоишь на гвоздях и ты уже не чувствуешь боль все, тебя отпустило то есть когда Ирина говорила о том, что боль на гвоздях испытывают только те люди, которые что-то не прожили внутри это сто процентов вот я допрожила свою какую-то боль и все, я на них стояла и мне было нормально, хорошо то есть вот это состояние, когда любишь весь мир ты стоишь и тебе хорошо просто открылась к миру, открылся мир это очень мощная трансформация это очень мощная и конечно да, с проводником лучше с проводником потому что без проводника ты сам даже наверное не осознал бы что происходит себя со стороны где-то не видно это слепая зона и поэтому конечно проводник, который тебе открывает эту тупую слепую зону и ты спокойно идешь к принятию себя не идеализируя, что ты такой идеальный божественный там да с короной на голове ты приходишь просто к себе к кому какой ты есть тебе просто хорошо и хорошо с другими людмечками и все Ирина нам давала еще одну практику это была игра радуга где мы поэтапно проходили какие-то точки движение к своим намерениям, целям и как для тебя прошла эта практика что интересного ты для себя отметила вообще абсолютно потрясающая для меня практика потому что четко все шаги от которых ты стоили иной степени тоже как-то увиливал они вот прям раскрылись вереницы вот этих вот этапов и пришло еще более глубинное осознание вот там где например сомневалась пришло подтверждение что нет нет правильно смотри где даже подсознание это показывает да там где например что-то было непонятно какой нужен этап еще чтобы вот достичь того чего хочется то же самое игра все раскрывает вот игровая трансформация это абсолютный кайф действительно минимальное количество сопротивлений ты расслабляешься полностью погружаешься в процесс полностью соединяешься со всеми кто играет и понимаешь что даже если что-то выпало такому-то другому человеку тебе это отрезонировало это тоже про тебя но нет какого-то страха что вот сейчас про меня все что-то узнают а я тут такой как вообще поле любви поле такого взаимодействия взаимопомощи осознанности где я соприкоснулась еще с очень важным моментом для меня когда я нахожусь в таких людей где мне можно быть собой и испытать этот опыт мне не нужно одевать никакие маски вот я такая какая я есть и это очень мощно когда это переносишь потом в жизнь я осознала что я это перенесу в жизнь более ярше более глубинно это было для меня огромной ценностью то есть хочется пойти сейчас домой вместе с этим ощущением что я могу быть собой да это лучше среди других людей среди других людей класс мне точно резервирует кто-то есть еще может быть о чем я не спросила но возможно что хотела бы выразить сказать может быть для ведущих может быть для участников может быть для потенциальных новых участников ну конечно есть много что сказать я вот осознала для себя что когда ты идешь в свой страх реально воплощаются слова света когда она говорит что страх это просто мысль в которую вы поверили для меня вот этот интересный трит был погружением в эту фразу действительно когда идешь в свой страх то осознаешь что его там нету и это дает возможность идти дальше в глубину самого себя у меня одна из моих ну одним из моих запросов было то что как мне идти в глубину себя с наименьшим сопротивлением как можно идти в глубину себя с легкостью с радостью даже встречая какие-то сложные штуки с которыми раньше не хотел встречаться и вот опыт прохождения этой фразы то есть это теперь малижерное платье как волшебное то есть и это не то есть Иногда приезжаешь к каким-то учителям и чувствуешь, что ты в позиции ниже, ты какой-то маленький, а там какой-то гуру, которого ты вот так и уходишь в этой позиции обратно, так и не признаешь себя, что ты тоже величина, что ты тоже божественная часть всего целого, что ты человек достойный. И вот когда ты встречаешь проводников, которые с тобой на равных общаются, они тебе передают прямо через поле, через общение, ты такой же, как и мы, то происходит очень глубинное признание себя. Это очень важный момент. Я сама на него медитирую какое-то уже количество времени, что есть люди, в поле которых я хочу расти, или я расту, или я хочу расти. Есть вот эта потенция, да, двигаться вверх, вверх самой себя, а есть другие поля, которые как будто бы меня сжимают и делают меньше. Хотя вроде бы они тоже называются какими-то правильными конструкциями, правильными словами, но по факту это поля и общество или компания, такие места, где я становлюсь меньше. Поэтому это очень большая ценность, что здесь со мной тоже происходит такой опыт, когда я становлюсь больше, в лучшую форму самой себя вхожу. Очень большая ценность. Я думаю, что многим как раз вот это и нужно, попасть в поле с крутым мастером и почувствовать, что ты такой же крутой мастер, только в чем-то другом. Вот и все. Вот это ощущение расширения, что все мы мастера на самом деле здесь, воспоминания об этом, да, и способность прийти к этим чувствам, очень ценно. Это и меняет жизнь. Это и меняет подход к жизни вообще, общение, фруктуру. Вообще все меняет. Это была классная беседа, я тебя за нее очень благодарю. Благодарю вас. Ты прекрасна, ты просто прекрасна. Я сейчас вот сижу и любую с этим кадром. Невероятно красиво ты посмотришь. Надеюсь, потом разделишь мои чувства. Спасибо большое. Благодарю. Спасибо.